Ваша жизнь заработала. Входил я в университет в Москве, non-target school, самый настоящий. Международный университет в Москве, кто знает, тот поймет. Кто не понял, тот поймет. Давай поближе, кстати, к камере, есть подозрение, что он очень хорошо. Конечно. Поэтому в какой-то момент мне стало понятно, что это не совсем мое, нужно какие-то новые вершины и высоты покорять. Поэтому поехал я учиться на программу «Мастерс» во Францию. В одной из трех французских школ парижских, в ОСП, в ОСП, в ОСП, в ОСП, выступил. Ну, отлично. Понравилось учиться. А до этого я просто работал в семейном бизнесе, помогал отцу. В финансах ничего не знал. После посещения чудесной французской школы меня заинтересовали финансы. Я вернулся назад-обратно в 2014 году. Наступил кризис, можно так сказать, геополитический. Все банки чудесно ушли с российского рынка, кроме некоторых. JP Morgan, привет. Вот. И я начал свою карьеру финансов в четверке. Поэтому, ребята, не переживайте, тот в четверке работает, все нормально, можно выбиться в люди. Поработал я в Валюишене полтора года, потом работал в ВТБ Капитале. МНА, ребята, если кто смотрит, тоже привет. В 2017 году меня пригласили, я сам попал в современные фонды Русских Эмиратов, Монбадного. Помню, нифига себе. А где я был? Ты его? В Москве, в Москве. В Москве, в моем офисе, да. Ребята... То есть у них так много офисов, что они даже их... Да, у них есть отдельная программа, которая занимается суверенными партнерствами, в том числе ребята работают сейчас с РФПИ, такой отдельный фонд. Сделки можно почитать в газете. Вот ребята молодцы, все у них получается, хорошо идет. Опять же, и вот, наверное, тоже все задаются вопросами, почему, зачем, как, для чего это нужно Эмбей. И долго себя мучил сам этим вопросом, зачем мне это нужно. Наверное, я такой перфекционист, больной. Мне очень хотелось это сделать, потому что, ну, это же BGMBA. Есть такое, правда. Все спешные люди это делают. Есть, правда, есть такое. Если у тебя там других возможностей нет, с каждым годом мы становимся все старше. Возможности попасть на программу все меньше. И просто в какой-то момент был, понял, что вот, надо делать. У меня еще внешняя, скажем так, ситуация, я подстегнул это попробовать. Вкратце, сдал все экзамены, написал эссе. Опять же, сейчас подробнее расскажу про школы. Попал в итоге в одну школу со scholarship, Мэттопа, Вортон. А я был не очень рад, скажу честно, потому что не совсем хотел туда попасть. Правильно, все хотят в Гарвард и Стэнфорд. Да, я хотел в Гарвард. Хотя, на самом деле, Вортон, казалось бы, тройка самых клевых, ну, тоже считайте самых клевых школ. Согласен. Причем, с моей точки зрения, недооцененная. И, наверное, по той простой причине, что бренд, наверное, был очень сильно специализирован на финансах. И они в какой-то момент, в отличие от Гарварда, упустили момент и не попали вот в этот аптек, интерпренерщик. Да, они не прокатились на это. Да. Data science, software engineering. Абсолютно, абсолютно. Хотя, на самом деле, в Пене есть прекрасная программа, сдвоенно, для тех, кто поступает, кому интересно, ты можешь быть на MBA и получать мастер в computer science параллельно. То есть это займет не два года, а два с половиной. Но, соответственно, ты как бы, полный доступ у тебя, говорят, ко всем факультетам, по инженерам. Вот, в интернете, в интернете. Сейчас, в общем, чудесные люди, пообщался с ними. Мне, правда, не очень интересно. Вот. Собственно, сейчас уже прошло полгода с того момента, как я уехал, и моя семья уехала из Москвы. Первый раз сегодня вернулся, не обращаясь внимания, я с самолетом напрямую с королевого. Потом из метро еще. Да, а нам из метро. Я тоже из метро. Вот, поэтому я с удовольствием видеть, наверное, тебе какие-либо разноправления, как бы, как модерировать эту встречу, этот разговор. Да, думаю, как, модерировать-то будем очень просто. Будем вопросы читать, которые нам присылают, а если что-то не присылают, свои что-нибудь выдумаем прикольного. Плюс, смотри, вопросы иногда появляются на английском. Я думаю, что вопросы на английском, и в нем отвечать на английском, ибо бывают ребята, кто смотрит на английском, по-русски не понимают. И первый вопрос, когда пришел. Итак, ребята, для наших английского друзья, что я сказал, что все вопросы на английском будут задержаны в английском. Итак, мы видим первую вопрос о минимум GMAT для Wharton. И я бы хотел бы обращаться на эту вопрос. Я бы хотел сказать, что ваш GMAT story, GMAT preparation story для Wharton? What was your score, and how big was it, compared to two other students? Well, I think you can take a look at the official GMAT range on the website, basically, the person to restate those numbers. My GMAT score was 7.30, which I thought was low. That's quite good. Anyway, it was 7.30, my strategy was the same, basically, it's you guys, Manhattan GMAT, right? Official guide, I guess. Official guide. Official guide. But in the meantime, I put a lot of emphasis on GMAT club test. Okay. Super useful. And I guess they're also free, right? I think you have to pay like 40 bucks. Oh, that's not much success. Considering the cost of MBA. That's right. So that was my strategy. I wanted to apply in the first round. I didn't do it. I was too late in my prep. Same here, same here. Yeah, so I thought, you know, why not? Let's push it to bounce here. I passed my GMAT in early December. I thought, you know, it was like a go-no-go decision. I thought, you know, 7.30 is still a good score. By the time I had found a consultant, actually, another story I can tell you about it, guys. So within, you know, I think three weeks, I did seven applications. Seven applications? Seven applications. Whoa. That's crazy. It's crazy. Did you sleep at all? Yeah. Impossible. It's just impossible. It's just crazy. But I mean, like, if you think about Harvard or Stanford essays, they're basically more or less the same. Anyway, so that was my strategy. So just push on the Manhattan GMAT and do a GMAT club test, an official guide. See this test. I see it twice. My first score was 7.10 and then 7.30. Yeah. We should, yeah. I guess 7.10 is not big enough, I would say. Well, almost there. But, well, for a finance guy, they would expect something in the range of 7.30, 7.50. But 7.30 is... Yeah, I mean, like, it's average. I think it's average this year and maybe last year as well. So it's kind of average. That's fine. But you know what's funny? I talked to guys at school and funny enough, a lot of finance guys and private equity guys that have lower score, like 720, 7.40. And you can see... I think it's just people are busy, generally. They're smart. They just don't have time. Exactly. They're prepared for those tests. But you can see, like, on average, I would say, you can see higher average scores for non-target, like non-finance people, coming from, for example, retail or consumer goods, and consultants. Interesting. That's my experience. Well, consultants, yeah, I would expect that because you need to take all those tests when you go into consulting anyways. So you need to prepare more or less not this stuff, all this word problems, graphs, and stuff like that, but finance guys. Well, interesting. Yeah. And I would also say that it also depends on how supportive your environment is at work. Yeah. Like, mine was... Everything was secretive. No one knew what I was doing. I was on my own trying to sneak away and work on those problems. So, yeah, that's my story. Nothing fancy, just hard work, just pushing through. And I'm super lazy. I was, like, kicking my ass every weekend just to get it done. And the punchline, 7.30. You get 7.30, you should be... It's totally fine. And my experience is, like, you know, like, go, like, okay, another key test. If you score above, like, I don't know, 7.20, you're fine. You know, nobody really cares about your 7.70 or 7.80. Again, this is my experience with the schools. And my score, again, was fine for Stanford. And I guess that was not the selling points of having the smartest guy, you know, the biggest brain. Yeah, that's right. That's right. There are always those Chinese guys. Exactly. With 7.80, 7.90. And I think, actually, you know, being, you know, coming from this country, from Russia, is quite beneficial for us. We are, you know, there is not so many of us. You can pretty much diversify applications and you can be a different person. You can stand out from the crowd. That's right. But the challenge is that people from Russia score quite well on GMAT. And you need to compete with other Russians. Yeah, but my experience, again, maybe I'm different. A lot of Russians find a hard time with the soft skills. No, it's really so bad. Yeah, it's just, don't do it. Like, try your best, you know, try to play your best. Get the best out of you on the interview day and your essays just to see that you're not, like, you're not a stereotypical Russian. You know, like, go me, Russian guy. Because that's the feeling, that's the feeling, you know, people have. This is, you know, this is what they think. It's true. Fair enough. All right, let's switch back to Russia now. Следующий вопрос, рассказ про background уже был. Да, Дим, был, к сожалению. Но, слушай, а скажи вот в трех буллетах просто. Буллет раз. Я был консультант. Что в трех буллетах? Я не знаю, как кинотисты говорят, прям суперкрутко. Как это? He invested in highlights. Oh, слушай, invested in thesis. А, invested in thesis, про MBA у нас будет почта. Сейчас сказать следующее. А, вкратце расскажу. Я был, я учился в Баку-Кабраде в России. Магистратура до опыта была во Франции. До этого я работал в семейном бизнесе. Потом я занимался чё-зна-чем. Потом я работал в чё-зна-чем. И тоже отдельная тема. Можешь поговорить про эссе. Расскажу, как это важно. Хорошо. Вот, да. И потом я работал в четверке в Evolution, перегрузился в банкинг и работал в ОТБ. И работал потом в инвестиционном фоне в Москве. Вот, собственно, бэкграунд вкратце. Там, да, подлиннее в начале сейчас тоже есть. Запись, кстати, будет. Слушай, вот такой вопрос про investment thesis. Вот действительно, ты когда шел на MBA, зачем ты шел? Ну, сначала, знаешь, зачем на MBA в целом, а потом зачем именно BOR? Так, хорошо. Отвечу, наверное, таким образом. Я уже как-то говорил, вот, видите, отдельно, что это очень неоднозначный ответ на сложные вопросы. И боюсь, что каждый решает для себя сам, как правильно к этому подходить, как об этом думать. Очень много людей, я даже не буду скрывать, большинство мне говорили, что ты поступаешь немудро, ты делаешь неправильные шаги. Зачем тебе это нужно, сэкономить деньги, можно обязательно некрасно жить. И они правы. Так, но можно без ног жить прекрасно. Прошу прощения, что в лес, это такая оценка очень странная. Нет, они в чем-то правы. Наверное, там, опять же, там, людей, если бы могли привести тест, было бы очень интересно посмотреть, кто у нас тут из подписчиков, да, сегодня здесь. Можно понять. Я могу говорить только за себя, по собереграунд, и могу, наверное, сказать про ребят, с которыми я учусь, вот они. Ребята, кстати, все очень разные, совершенно разными, с разных путей. Есть вот мой хороший друг и товарищ, опять же, смотришь, Кирилл, привет, он из Deloitte, из Таксов, из Питера. Есть, там, есть я, который пришел, там, из финансов, из инвестиционного фонда. Есть еще тоже человек, кто говорит, привет, который тоже был из финансов, но он пошел в тех и предпринимательство, и ребята очень разные, да, есть и ребята-консультанты. То есть, наверное, с консультантами проще, да, это некий шаг, если я правильно понимаю, который тебе нужно пройти, тебя часто спонсируют. Это отличное время, чтобы познакомиться с новыми дни, что-то потусить, подкачать, да, может, мне говорят, потусить, короче, потусить нормально, потусить нормально. Если честно, let's put it straight. Вот, это необходимый шаг в карьере. Если ты работаешь в России и хочешь работать в России финансов, я думаю, что бейте совершенно не нужно. Нужен он в том случае, как, опять же, я для себя это определил, я хочу поехать, то есть, опять же, повторю немножко тезис, я становлюсь старше, возможно, мудрее, но точно не становлюсь более ликвидным с каждым днем. С точки зрения рынка. А желание поработать хочется, потому что, к сожалению, опять же, я думаю, что там никакие, там, не открою Америку, скажу, что наш российский рынок, он очень маленький. Он очень маленький, он слабо развивается. В финансах это вообще. Да, и то есть, опять же, каждый, там, весь решает сам. Вот комфортно ему идти, например, работать в большую корпорацию. Мне некомфортно, я не хочу. Комфортно ли тебе идти работать в фэмили-офис? Некомфортно, мне некомфортно, не хочу. Хочешь ли ты работать в каком-нибудь частной компании? Хочу. Или там в фонде? Хочу суверенную, да, например. Дальше ты там начинаешь уже реально думать о том, как ты это можешь, можешь ли это сделать без МБИ? Если ты не можешь, то стоит ли это играть там свеч? Я часто, как бы, согласен с тем, что это, наверное, не стоит, потому что очень много денег. Мне повезло. То есть, мне вортон, да, вот, с коверши, отчасти, вот, очень решила мои финансы, это мне некие сомнения о том, как бы, стоит ли идти или нет. При этом я там заглянув вперед, скажу, что да, я брал долг, к этому отношусь совершенно спокойно, что, допустим, войск, 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 расплатимся, все будет нормально. Вот, но, да, идея была такая, что надо поехать туда, попробовать, потому что время сейчас, другого времени там шага не будет. Безусловно, это очень много работы, то есть, если ты думаешь, что там какой-нибудь HBS, Stanford, Wharton, вот, там, тебя ждут, спросил, тебя берете, имя, нет. Особенно, если ты иностранец, нет. То есть, банки возможны, но фонды нет. Если еще и тебе за 30, то прям ужасать нет. Ты знаешь, удивишься, на самом деле, опять же, я не знаю, как там с другими школами, может быть, из того, что я слышал в Гарварде, ребят помоложе в среднем, в Wharton, вот, примерно, средний возраст даже американцев 27-29 лет. То есть, все на одном достаточно уровне комфортно находятся, причем, кстати, тоже, ребята, кто из финансов, не переживайте, уровень, который можно получить в России с точки зрения, как бы, знания, он абсолютно, ну, понятно, что мы многого не знаем из их рынка, но основы, и, естественно, у вас там были сделки, и вы можете о них говорить, это все прекрасно продается, слушается, как бы, везде одно и то же. То есть, мы на уровне, это, как бы, это неплохо, это, как бы, хорошая площадка. Самое, что сложное, опять же, да, там, вот, перелота тоже нужно понимать, когда принимаешь решение, можешь ли ты выстроить вот эту сеть знакомств, как бы, get your foot on the door, да, и, как сказать, иметь внутренний комфорт, потому что люди разные. Мне, например, было не очень просто это начинать, любить людей, писать просто cold emails. Привет, я буду в Нью-Йорке, давай увидимся, встретимся, попьем кофе, и так написать, там, ну, не одному, не десяти, не двадцати, там, ну, ста людям. Это для чего это дело? Чтобы, как бы, встретиться, встречаться с людьми, какие-то контакты. Это же будучи студентом. Будучи студентом, либо заранее. Я тоже писал заранее, чтобы понимать, как бы, насколько люди открыты, и насколько ты сможешь как-то вот этот контакт там выстраивать. То есть, да, вот, и еще важный момент для себя, что я понял, что, там, при принятии решения нужно всегда иметь план B. То есть, если ты знаешь, что ты туда поедешь, ты рискнешь всем. У тебя, там, если ты, особенно, ездишь не один, например, ты с семьей, там, женой, еще с людьми, нужно понимать, что у тебя есть план B, ты всегда сможешь вернуться куда-то и с этими долгами расплатиться, при этом не сильно потеряв качество жизни, потому что, там, просто, если ты, особенно, говорят, ты не один, ты представляешь, как бы, других людей с собой, доберешься, от авантюры вытягиваешься, и нужно понимать, что нужно делать так. Поэтому, как бы, да, еще раз, закругляем мой тезис, попробовать себя, попасть туда и посмотреть, как там работает. Что будет через 5-10 лет, я не знаю, но, наверное, как бы, в моменте сейчас, как дела идут, я бы пока попробовал там на том рынке остаться, посмотреть. То есть, да, грубо говоря, поступить, чтобы иметь опцию там остаться и там работать. Причем это не самоцельное. Есть очень много людей, которые, я знаю, которые говорили, что вот я хочу уехать, и B это такая классная опция. Классная опция, чтобы остаться. Да, возможно, это так, но нужно принимать во внимание то, что сейчас очень сильно законодательство меняется, и никто ничего не гарантирует. А, это точно. Поэтому, да, ребят, если там есть возможность, и хотите остаться в Америке, подавайте, надавясь эти лотереи, подавайте на другие визы, сделайте все, как бы, все, чтобы заинтересовать репутателям в своей кандидатуре. Потому что фонды не спонсируют визы. И вообще мало кто спонсирует. И, да, на самом деле, банки начинают уже, как бы, отказывать людям. Потому что просто, ну, никто не хочет визы таких. Геморрой большой. Наверное, да, наверное, все, кто еще делает, это НРО-консультанты. То есть им, по-моему, больше всего все равно. Так делает. Так. Google делает. Facebook, может быть. А сейчас Facebook русский. Нет, ну, как бы, и полкоманды всего Facebook русские инженеры. Тут одно другому не мешает. И, наверное, сразу забегая на этот вопрос, вкратце еще раз спешу. Я подавал 7 школ. Гарвард, Стэнфорд, Уордон. Колумбия, Чикаго. Майтине 6 школ. Не сильно. Правда, извиняюсь. 6 школ. Сильно, сильно меньше. Да. Сразу скажу, что Гарвард и Майтине не прокатили без интервью. Я очень сильно расслабил мечтать. Стэнфорд, причем он был последний, он написал мне чуть ли не в последний день вот этих аппликейшнов, когда должны были раньше, типа, о, чувак, приглашаем. Это Класс. Круто. В конечную часть я туда не попал. Меня поставил на уайт-лист официально Чикаго и Колумбия. При этом, когда с ними говорили, скорее, ну, так скажи там, покажи интересы, мы тебя возьмем. Вот. Но при этом мне оффер сразу дал Уордон. То есть такими условиями, которые еще, как бы, ну, ребят, если вы там думаете, а этим не дают, ну, естественно. Конечно, если они еще и стипендию предложили. Вот. И не к тому, что там, как бы, хочу сказать, что Колумбия или там Чикаго – это какие-то плохие школы. Это отличная школа, просто важный момент. Ведь важный мне ничего не сказал. Мы сделали очень интересную вещь. Мы со временем с женой, Лен, привет, мы поехали по всем школам. И мы посмотрели. Это очень важно, потому что на бумаге все выглядит одно и то же. Там Гарвард выглядит вообще супер-место, но очень важно приехать и увидеть у людей. И пообщаться сходить. Абсолютно. И желательно сейчас сходить на занятия, послушать. Абсолютно. Супер-супер-супер здорово. Очень полезный опыт, причем с русским и нерусским. Потому что это даст понять, насколько вы там сможете автоматизироваться. Согласен. Да, мой опыт. Мы съездили в Гарвард, мы съездили в Колумбию, в Чикаго, честно говоря, съездили. Мы были в Ортоне, в Стэнфорд. Мы в итоге там не доехали, а на Беликую. Да, и были мы в МАИТ. Поэтому, кстати, МАИТ классная школа. Не фармался. Ну, необычно. Поэтому еще важно понять, какие люди, какая атмосфера царит на кампусе, как тебя встречают. Это вроде бы глупости, ну, дорого, это все понятно. Но если есть такая возможность, лучше ее сделать. Потому что, как с любой там компанией, может быть, то же самое с консалтингом. Да, вот эти компании все одинаковые. На самом деле все очень разные. Это правда. Разная культура, разные люди. А там, если, может, хочешь поговорить про вот это, я там скажу, что мне нравится, или почему, я считаю, что... Сейчас дойдем. Сейчас дойдем. Ну, у нас вопросы есть. Да, вот давай сейчас на вопрос посмотрим. Чингис пишет. Как построен учебный процесс? Какие темы изучаете, обсуждаете? Как построен учебный процесс? Как построен учебный процесс? Вкратце все очень просто. Все начинается с, ну, с притерма, потом четыре семестра. На первый год, в отличие, наверное, от Гарварда, я не знаю, со Станфордом, как-то, не помню, программа, можно уже с первого года выбирать выбранные предметы. Там есть целая система, курсов очень много. Ну, причем, так же, наверное, как в университетах, можно выбирать не только курсы MBA, но и стран школы, например, в консервании в Северенто-Пен-Ло, или там инжиниринг-студ, да, то есть инжиниринг и так далее. И, соответственно, можно эту программу структурировать. Подробности про программу, как лучше там набрать эти кредиты, все это есть на веб-сайте, можно посмотреть. С точки зрения, например, надо часто застыли вопросом, какое разделение по кейсам или не кейсам. Я бы сказал, что, по моему ощущению, в среднем 50 на 50. То есть кейсы мы готовим всегда, практически на каждую пару, независимо от чего. То есть у тебя есть кейс, у тебя всегда есть какая-то лекция. Обычно вначале идет лейн-лекция, потом ослуждаем кейс. Очень много групповых занятий. То есть что нужно знать про Word? Первое, то, что это очень культура, то, что называется data-driven, прошу прощения. Data-driven, окей. Это мы оставим без привода. Везде данные, все на данные. Окей. Очень много. Это круто. Я люблю цифры. И очень много групповых занятий. Все делается упорно на том, что вы в команде. Это как и плюс, так и минус, потому что часто, к сожалению, грейды, то есть оценки по предметам ставятся за групповые задачи. И поскольку мир, ну, никто не идеален, есть такие люди, которые... Которые катаются. Абсолютно верно. И я на этом погорел, скажу честно, чуть-чуть в этом семестре. Ну что, там сильно большая группа была у тебя, что там два человека кинули один? Ты знаешь, это вот тоже, какие эти темы изучаете, обсуждаете, я вот даже не знаю, как это зависит, зависит от предмета. То есть, мы обсуждаем все, и мне что понравилось, очень большинство кейсов, они вот прям новые, типа, год-два максимум. То есть, обсуждаете то, что вот актуально. И часто бывают какие-то, опять же, внеплановые какие-то темы, не знаю, там, про Facebook, там, может быть, что-то про политику, да, там, говорится, про скандалы. Или там кейсы, там, Uber, последний, как он, не знаю, SoftBank, какие-то такие интересные большие глобальные изменения, которые, я знаю, все влияют, и так далее. А почему не получается часто с командами? Потому что процесс, то есть, на разные предметы входят люди с разными карьерными ожиданиями, да. И, например, процесс рекрутинга в консалтинге или банке, он происходит в январе, но при этом уже с октября месяца у тебя начинается куча вот этих встреч, обедов и так далее, на которые люди ходят. К сожалению, они считают, что это их основное, как бы, занятие, ничего не приехали, поэтому все остальное вторично. Нужно знать, с кем ты идешь в команду. Абсолютно. И консультантов избегать в первом семестре. Особенно тех, которые спонсированы, можно брать. А я имею в виду спарринг, которые хотят. Это верно. Так, про учебный процесс. А, вот, какие темы, какие предметы? Ну, опять же, то есть, если интересно список предков, опять же, лучше, честно, просто смотреть на сайте. Расскажи еще, что ты брал. У меня, я завыявил, я сдал перед учебной сессией бухгалтерский учет, financial accounts и корпоративные финансы. Я на них не пошел, спокойно. Кстати, те, кто там знают, что хотят в Вортон идти, это прекрасный способ улучшить себе выбранные предметы. Я пошел на часть основных предметов, по типу статистики, микроэкономики, которую я, честно говоря, очень так поверхностно помнил. Не совсем экономическое образование. Что, кажется, очень полезно, прикольно и здорово, что очень хорошие преподаватели, они тебе дают то, что нужно в таком формате, который ты применим. И очень много практики, которые помогают эти технологии закрепить. Из выбранных предметов я взял венчурный капитал, и это был, наверное, один из лучших курсов, которые я в своей жизни вообще проходил. Просто супер. Интересно. Кто ведет? В смысле, какой опыт у профессии? Ты знаешь, он бывший консультант, насколько я помню, то ли из McKinsey, то ли еще где-то, но он прекрасно знает всех в индустрии. К нам приходили очень топовые люди из Excel, из First Round Capital. Ох, надо вспомнить. В общем, примерно 4 было точно у нас большой встречи. У нас была еще встреча с компанией Atlas Venture, это бостонская компания, которая инвестирует в самые топовые передовые национальные биотехнологии. То есть это совершенно другой подход, другие люди. Очень интересно слышать, конечно, как вот люди думают, а вроде об них и тем же вещах, но совершенно по-другому. Я надеюсь, я, честно говоря, ответил, потому что это такой, ну, очень объемный вопрос. А вот, знаешь, data-driven, ты сказал, что все data-driven. Вертони, вот расскажи какие-нибудь предметы, какие data-driven, и почему вот на то взгляд они data-driven? Смешный пример приведу. Когда начинается притер, у нас есть такое легендарное занятие, называется Management 610, Management 610. Его ведут тоже одиозные личности. В том числе меня повезло, у меня был профессор Адам Грант, можно загуглить. Очень интересный дядька. Это курс, который, по сути, рассказывает про лидерство, личную эффективность и очень заострен на такие как бы soft skills. Но при этом всю информацию, которую тебе дают, о которой тесты ты пишешь, это все вот аналитика. Это постоянно тебе дают не только фидбэк, но он численный. Где ты хорош, где ты плох, где тебе нужно набрать. А вот это исследование, оно вот такое, и как ты с этим соотносишься. То есть не просто тебе нужно быть настойчивым, например. А вот тебе говорят, вот там-то, там-то, тебе нужно вот именно... И дают конкретно какие-то цифровые шкалы, это то, что помогает тебе как-то понять, где ты находишься. Я бы это как-то так... Прикольно. Нифига себе. Data-driven. То есть Data-driven не то, что вас обучают данным, а скорее весь фидбэк, который дают... Да, но при этом ты прав, что, с другой стороны, очень стали много курсов предлагать по Data Analytics и Computer Science. В Word у них даже есть целая специальность, да, Major, это называется Business Analysis, Business Analytics, которая проводится совместно с PEN, с PEN Engineering, если не ошибаюсь. Вот, и там вот тоже можно брать такие курсы, как Modern Data Mining, программирование с питонами и прочие что-то. Ребят, берите плюсы сразу. Питон написан на плюсах. Берите плюсы. Не ошибается. Возможно, есть такая. А лучше вообще C просто. Для хардкорка сам. Так, окей. Пойдем дальше, Вася. Дальше какого? Дальше вопрос у Ергали. Сколько лет опыта? Смотри, какого. Ну, вот после магистратуры. У меня была такая интересная работа, я занимался Luxury Boots в Париже, в Париже, и у меня ребята из друзей в Лондоне, кто партнер, поэтому я честное время посвятил изучению вот этого совершенно замечательного искусства. Вот, а чисто финансово у меня получается с 2014 года три-три с половиной года. Ну, так уж, наверное, много, но... Нормально. Да, я его очень хорошо разбавил рассказами про то, что я делал как бы вне финансов, и мне кажется, что это сильно помогло и как минимум отличило меня от других людей. Это надо точно разболеть, потому что финансисты, там куча будет финансистов, и так. Тебе нужно показать, что ты чем-то отличаешься. Абсолютно. Ты и сделал этот раз. Сейчас к этому придем, кстати. По-моему, у Витя как раз про это спросил. Так, Витя пишет. Расскажи подробнее про эссе, please. На чем рекомендуется делать акцент на прошлых победах, будущих aspirations? Как, короче, эссе? Смотри, какой или какой школы? Для Вортона... Для Вортона. Да, для Вортона... Не в этом году поменяли, я, кстати, честно говоря, не знаю, никакой имели эссе. В том году был достаточно простой. Я честно скажу, что это, наверное, не самое моё выдающее эссе было. Оно было достаточно прямолинейно. Я подсобирал разные части из эссек, проготовил для огорода и санкрода, то там были прям шикарные эссе. Ух, но Вортон не задавал таких же вопросов. Что сработало? Наверное, я очень много прочитал, какие курсы они предлагают, какие профессоры... Домашнюю работу сделать. Да, домашнюю работу сделать. И обязательно они очень... Вортон любит упор. Ну, опять же, любит упор. Школа, просто ценности школы. Как раз вот на data, data-driven approach, на лидерство, на командную работу. Поэтому все, мне кажется, истории, которые вы будете рассказывать, опять же, в америке не открываю, они должны как-то связаны быть с тем, как вы себя проявляли, что вы с этим делали, или наоборот, как вы хотите себя проявить в будущем, в школе, и какие там конкретно курсы, возможности, например, Вортон предлагает постоянные поездки, что называется, трекс, или Global Modules, JIP, GMC, которые... Или там есть очень интересная программа, тоже посмотрите, которая называется Loader Leadership Fellow. Программа для второгодок, где тебя, по сути, тренируют всю весну первого твоего курса, а потом ты тренируешься лето и начинаешь обучать их как раз на притерме у молодых перваков, вести их все групповые занятия и так далее, то есть там проводить их через всякие сложные упражнения, проводить с ними психологическую работу. На самом деле это суперская, мне кажется, идея, потому что она помогает тебе развить какие-то качества, которые, мне кажется, ну, если ты работаешь в финансах, и ты такой самый младший, один из самых младших сотрудников, да, ты их просто не развиваешь. И в какой-то такой атмосфере достаточно интересной и достаточно челленной, потому что ты один такой красавчик русский, но все остальные иностранцы. Это очень, мне кажется, интересно. Можно эту историю продать в СМ, чтобы ты хочешь этим заниматься. Также, кстати, вставка небольшая. Если интересно, ребят, не совершайте мою ошибку, а когда будете смотреть на Word, а вам интересно это в школу, посмотрите на программы не только MBA, но, например, MBA и Healthcare Management со здравоохранением, если кто-то занимается или консультирует, это очень совершенно уникальные люди, потому что на программе врачи или какие-то предприниматели в этом, то есть объединяет она, по-моему, человек 80, и у них немножечко другие предметы, и дает полный доступ ко всей системе больниц PNP Medicine. То есть ты можешь проходить практику или применять, вот у меня товарищ американец, он придумал стартап, его сразу же прямо пробируют, берет велосипед, едет в соседнее здание и работает как раз с врачами, там запускают свою программу, связанную с медициной. Либо есть тоже очень популярная программа, называется JDMBA, это, по сути, двойная программа, двойного диплома вместе с юристами, и она интересна будет тем, кто хочет работать, наверное, в финансах, но с какими-то сложными ситуациями, по типу банкротства в Америке или там кредитными историями, там, где требуется знание законодательства. Вот, и есть чудесная программа Loader, оттуда знаю очень много людей, талантливых, безумно. Программа, она тоже такая двойная, она фокусируется в основном на таком международном опыте и этих-то более софт вещах. То есть, это там, насколько я правильно, опять же, понимаю, можете почитать, там есть треки, можно поехать Россию изучать, можно поехать изучать Азию, Африку, там, все, что хочешь, и специализируйся на этом. Вот. Поэтому, да, не забыть, да. Да, но ИС, ты сказал, что ты разбавил его еще. Да, ИС, я разбавил, я просто интерес, я разыскал про то, как я работал, ну, общался, работал, написал статьи, в том числе журнала «Дрейк», про мужскую моду, про одежду, про костюмы, про работу ручную, про крафт, да, крафт начали. И рассказал, как это важно и почему это со мной резонирует. Ну, действительно так, как бы, не надо ничего врать, просто нужно найти, может быть, какие-то немножечко странные вещи, которые не лежат на поверхности или которые, не знаю, ну, я за это, ну, никакой большой истории не делал, но подумал, что для ИС это будет интересно. Это действительно сработало. То есть, возможно, какие-то, не знаю, или вы, там, например, любите кофе, или, там, знаете, ездите на плантации, на какие-то такая кофейны. Это отличная история, чтобы ее рассказать и рассказать, что вы увидели, чему вы научились. Да. Кстати, да, мне кажется, это распространяется вообще не только на Ортон, на много разных школ. Что, как бы, не нужно писать, что я клевый консультант, я клевый, там, без банкир, а вот я закрыл такую-то сделку, вот я еще сделан, и как бы все это сделали. Камон. Или, кстати, тоже, которую я историю, опять же, про я рассказывал в большом для других школах, это то, как сделки, на которым я работал, чему я в них научился, что мне не нравится, например, там, на российском рынке, что бы я хотел поменять в будущем, и как обучение в школе, ну, из того, что я знаю, из того, что я понимаю, оно поможет мне вот шаг за шагом, я вот этот примерно план расписал. Опять же, мне кажется, очень тоже важно понимать, вот когда мы возвращаемся к вопросу, там, зачем мне нужен английский, нужно понимать реально, зачем он вам нужен, потому что без этого понимания, ну, если, наверное, есть там деньги, возможности, и просто хочется отдохнуть, поехать классно как-то. Ну, нужно два года поехать и отдохнуть. Абсолютно, это реально классный опыт. Но если, опять же, там, нет такой возможности, нужно реально выбирать, что как бы, оставаться, например, на работе или менять работу, или ехать на MBA, нужно всегда понимать, зачем тебе нужно, что это даст. Из этого понимания эсэмин напишется, и внутренняя уверенность не появится. Понятно. Ну, мне так кажется. Нет, разумно. Я думаю, что это правда так. Следующий вопрос, смотри, расскажи про групповое интервью. С удовольствием расскажу. Это совершенно действительно уникальная вещь. В других школах я в Стэнфорде общался, общался в Чикаго, Колумбии. В Ортене, да, это единственное место, где играют на групповое интервью. Я его проходил в Дубае. Ну, просто потому что я был по работе в тот момент, и подумал, что это идеальный момент. И что там с арабами, наверное? Нет, ты не поверишь, очень много людей из Ливана. То есть, у меня главная группа, как это все проходит? Допустим, все хорошо, вам присылают, приглашают на интервью на групповое, принимаете, приходите на него. По-моему, они проводят, ну, может быть, штук 5 или 6 в день таких, я не знаю, там, в Дубае было, типа, один день, по-моему, или один или два дня. Ну, спокойно ждешь, приходят, вот, группа 5 человек, вы садитесь, обязательно, когда вы должны, там, вам дают тему какую-то определенную, о чем вы будете разговаривать, и обязательно можете сделать свою хорошую домашнюю работу. То есть, в прошлом году, по-моему, было придумайте курс Global Model Course в Ортоне, и на чем он будет специализироваться, почему это важно. То есть, у меня был прям написан такой хороший план, со всеми, что мы будем, типа, день, день, чуть ли не по часам, как мы поедем, что мы будем смотреть. Но ситуация была такая, что меня просто тупо начали люди перебивать. Подавлять. Причем там были консультанты, кстати, которые, о, я там возьму, пойду, напишу на доске, о, я буду делать тайм-менеджмент. Вроде глупости, да, как бы, ну, не знаю. Я не совсем к этому привык, но, опять же, главное в таком моменте совладать и просто всем улыбаться, хорошо отвечать. И произошла, как бы, произойдет обязательно магия. Магия произошла в том, что в итоге меня услышали, мы не обсуждали мою тему, а в итоге 20, по-моему, минут или сколько там теряется, 15-20 минут и обсуждать какую-то идею, одну выбранную, да, вам нужно и согласиться. Потом и дальше проводить дома, написать красиво все на доске и рассказать вот то в конце, ну, человеку из комиссии, который сидит. Опять же, тоже важно. Опять же, если, по-моему, люди проходят вот эти собеседования в Пенсильвании, в Ордене, там могут сидеть второкурсники, но если это происходит, например, где-то в Европе или, ну, в общем, вне университета, там будут всегда члены комиссии, которые выбирают. Это тоже очень важно, потому что многие школы посылают общаться со своими аламными, да, выпускниками. Немножечко другой опыт, и, соответственно, можно немножечко другой найти подход к этим людям, написать лишний раз, посозвониться, и люди очень помогают. Вот я это тоже делал, как бы, мне было приятно. А в итоге, расскажу так, что у меня было пять человек, собеседовалось, мы все пять были приняты. То есть в итоге это была у нас позитивная динамика в группе. Мы очень хорошо друг в конце помогали, поддерживали, предлагали какие-то идеи. А если там пушбетчили, то очень аккуратно. Вот. А женщине, которая была в этой комиссии, все, по-моему, очень понравилось. Мне понравилась наша такая позитивная энергия, в общем, конструктивный подход. Вот. Это несложно. Я скажу так, что люди, которые, наверное, ездили в... Потому что, опять же, там, слышалось, там, рассказов, в прошлых лет на сам кампус собеседоваться, у них, наверное, было хуже ощущение, потому что, ну, часто второгодки сидят, и бывают люди, ну, совершенно рандомные. То есть там у кого-то бывает истерика, у кого-то, ну, просто нервы сдают. Бывает по-разному. То есть, опять же, все зависит от шанса вашего. Значит, там самое главное, да, абсолютно просто, ну, быть нормальным членом коллектива, конструктивным. Если там вдруг хочет, ну, окей, пусть возьмет другую идею, даже не ваша. Или не лучшая. Но ваша задача максимально лучше показать, какие-то там идеи привнести, конструктивно структурировать. В общем, это несложно. Это реально несложно. Главное просто сделать домашнюю работу. Ну, короче, там не нужно продать свою идею, там нужно просто адекватно быть. Просто быть адекватным. Я думаю, что мое, опять же, мнение, что все вот эти собеседования, это просто скринят людей на то, насколько они адекватны и приспособлены к жизни. Ну, просто сесть и болтать. Ну, приятно. Ну, да, если у тебя там на специальной истерике случится, наверное, это не очень хороший знак, что произойдет, когда ты пойдешь учиться. А если ты более-менее там дружелюбный, ни на кого не наезжаешь, и ты не пушишь слишком сильно, ну, и там не даешь себя прям уж запушить, но вежливо. Абсолютно. Как раз то, что нужно. Абсолютно. Я с этим соглашусь. Так, что нам дальше у нас? Не хочешь семестр на Сан-Франциско? Что думаете? Я хотел семестр на Сан-Франциско, но тут нужно понимать, что часто какие-то программы Word, например, это тот же самый Lauder Leadership Fellowship, он не совместим с семестром Сан-Франциско. Или есть какие-то другие. Или там, в общем, есть куча ограничений внутри. Опять же, если вы копнете, можно них узнать заранее, но участники просто узнаются в первые дни, когда на кампус приезжаете, все это очень хорошо рассказывается. Я для себя просто принял такое решение. Я тоже, почему я взял курс Venture Capital, я думаю, хочу ли я туда пойти. Я об этом особо много ничего не знал. Здорово, что на всех этих предметах сидят люди, которые уже были в этом бизнесе. И можно с ними поговорить. Ты имеешь в виду, сидят преподы или студенты? Сами студенты. Многие просто уже были в каких-то венчурных компаниях. А зачем им тогда этот курс нужен? Если один человек должен спросить, но они, я не знаю, это не очень интересно было. Но легкий баррак у вас не был. Знаешь, сделал все хорошо и пошел. Это, опять же, тоже не плохо. А за другой стороны, это кладеть знания для тебя, потому что есть какие-то вещи, там, в практике. Я просто, ну, работал, встречался с венчуром. Чуть-чуть трогал, да, его. И какие-то вопросы, которые у меня остались открытыми, у меня с этими людьми или, там, у нас были какие-то открытые дискуссии, мы обсуждали. Вот. И, соответственно, как бы я думал, этот семестр поехать в Сан-Франциско, потому что думал, венчурном в факторе поработать. Вот. Но потом понял, что это вообще не мое. И мое желание, ну, просто, ну, испарилось. Просто так, как раз встретил людей и с ним поговорил. Но вообще, вот, это здорово. Они в этом году сделали так, что на этот семестр в Сан-Франциско можно ехать два раза в пять год. Вот раньше был один. И они добавили курсов и преподавателей. И те, кто реально интересно, там, например, учиться в Сан-Франциско, там, офигенный кампус, там, здорово сделана программа, так что ты, на самом деле, можешь ходить в конторы и работать в свободное время. Ну, опять же, если... Работать в свободное время – это прекрасно. Да. В общем, для тех, кто хочет это сделать, это можно устроить, это вполне классная опция. Или те, кто, там, интересно работать в техе. Не только в венчуре, но и в техе. Потому что там просто в квартирах всех компаний. Вот. И можно ко всем доехать, со всем лично познакомиться. Можно в свободное время в каждой поработать сходить. Там, тем более, через дорогу перешел, со всей компанией. Нет, отлично. Главное – понимать, как правильно подходить к вопросу работы при визе F1. Но с G1, мне кажется, легче. С F1, если F1... На G1 тебе нужно будет уехать потом. Да. Но если есть F1, есть разные варианты поработать бесплатно. Не всегда все школы об этом знают. Но, в общем, это можно устроить. И во время семестра как бы проходить работу, как бы проходить практику. Почему это важно? Я, опять же, не знаю, насколько это важно в техе. Но это важно для финансов. Если у вас нет места в buy-side experience, buy-side опыта, в фондах местных, он еще не суперликвит. Но если есть возможность даже бесплатно поработать и поделать, может быть, не самую умную работу, это будет всегда приветствоваться и хорошо восприниматься. Это правда. Так, смотри, у нас осталось 8 минут, поскольку потом тебе ехать надо уже. Да. Но я думаю, что можно чуть-чуть задержаться. Я думаю, что будет положительный костен, что вопросов. Да, сейчас, что там дальше у нас? А вот следующий. Кому и для каких целей лучше идти в магистратуру за рубежом? Я думаю, что имеется в виду твой опыт магистрский еще до... До? Наверное, да. На каких факторах основываться при выборе вуза? Кроме бренда. Мне кажется, что выбор среди вот таких магистрских программ до опыта, да, не MBA, он не очень большой с моей точки зрения, особенно в европейских, да, вот в... в Америке даже не знаю, по-моему, кто мегамитик, кто из таких больших школ делает. На, опять же, могу считать прав. Я думаю, что это зависит, опять же, от внутреннего какого-то стимула. Я думаю, что если вы там учитесь в высшей школе экономики РЭШ, программа, вам явно не нужно. А если... Смотри, нет, ну вот международный опыт тебя получить очень полезный. Ну, международный опыт. Если ты в РЭШ учился, да, мозги тебе прокачали, но там пообщаться с людьми из других стран ты не пообщался. Ну, тогда давай, хорошо, давай, возможность иностранного общения и иностранного опыта. Ну, да. А если вы не ходили в высшую школу экономики или РЭШ, возможно, надо еще и поучиться. Опять же, как бы, бренд же не просто так является, да, не сегодня, не вчера. Часто он основан на каких-то качествах, например, на качестве академического преподавания, либо на том, как они куда-то своих студентов отправляют. мне кажется, лучший способ проверить это съездить, посмотреть, если есть возможность. Подавать, не знаю куда, не знаю зачем, это имеет смысл вообще. Но я так делал с Баконем, например. Ну, вернее, я ни разу не ездил в Баконе до этого, но зато я слышал, что вот кто-то из МГИМО туда поступал, и они в Баконе умирали, потому что очень сложно математика было. Я такой, да. Кстати, да, отличная, отличная, отличная идея. Нужно поспрашивать тех людей, которые там учились, выпускников. Это всегда очень важно. Поэтому, я, так скажу, я свою программу магистрскую выбирал тупо по бренду, а на Financial Times с того года он был на первом месте. И тем более процесс для этих трех школ был одинаковый. Я просто потом выбирал, что мне больше понравилось. Ты по-французски теперь говоришь? Нет. Но я говорю чуть-чуть, я читать могу, но это было четыре года назад и закончил. Понятно, и с тех пор особо не использовался. Ну, когда нужно, я всегда можно. Нет, ну, конечно, я тоже уже итальянский забыл. Соноруссо. Ну, да. А где-то Амбас, скажем. Он к вам ламе фамилия. Да. Что там у нас дальше? Так, так, так. Адам, да. Витя говорит про Адам Грант. Бухтиар пишет MBA at Stanford. Но я не понял, что это вопрос значит. Бухтиар, напиши вопрос, если там вопрос какой-то. Чингис пишет. Какое внимание уделяете новым трендом? Блокчейн, финтед, алгоритмик трейдинг. Ну, алгоритмик трейдинг, кстати, уже никакой не новый. Блокчейн, но блокчейн тоже относительно. Ну, нет, но блокчейн новее, чем алгоритмик трейдинг, конечно. Есть ли свободный доступ к терминалам Google? Это такие два вопроса. Я начну, знаешь, мне немножечко подготовил себе пунктов, о которых должен поговорить. И я немножечко сделаю шаг назад и скажу, почему Вортон классная школа. А, слушай, пропустили. И я не продаю это, потому что я туда только попал. Это действительно классная школа, и я безумно рад, что там оказывается руку начаться положу, брать не буду. Опять же, если я сейчас кого-то обижу из других школ, я извиняюсь. Все, что я сейчас слышал, это основано на прямом опыте других людей. На самом деле, если вы любите финансы, это реально самая крутая школа с самым большим количеством курсов, на которые можно пойти. И это, кстати, в том числе уже предпочитает. Да, у нас есть целый блокчейн-клуб. У нас суперактивность большая среди выпускников и студентов. Организовываются конференции, треки. В феврале едет трек, организованный второкурсниками в Сан-Франциско. До этого был компом в Нью-Йорке. И они будут ездить по всем компаниям, стартапам и фондам, которые инвестируют в блокчейн-технологии. И в крипту вообще все, что связано с этим. Так что мы, наверное, я не знаю, опять же, по-друге школы, но мы, наверное, одни из первых, кто это начал действительно делать. там люди приходят из АИБМов, не помню, как там, департамент АИБМа, то есть там лекции проводят. Доступ есть, если у вас есть идея или там вы хотите кого-то конкретно, школа помогает, люди помогают, это все, как бы все от вас зависит. Все, 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 любая идея найдет свое развитие. Вращаясь к теме, да, по поводу финансов. Если кто хочет работать в финансовых хедж-фондах или private equity, это место, чтобы туда идти. Наверное, есть там понимание, что часто там Стэнфорд это такое место для венчурных капиталистов, но при этом, на самом деле, Стэнфорд дофига людей плейсят в фонды. Это тоже правда, но они в основном на западном побережье и не очень многие готовы ехать на восточное побережье. Наверное, мы самая-самая-самая сильная школа в хедж-фондах. Очень много выпускников в Уортоне возглавляют. Причем, как бы хедж-фонды это не обязательно там, не знаю, лонг-онли или лонг-шорт. Думайте о таких вещах, которые не суперпопулярны, на безумие, например, типа special situations, credit-based strategies. Нереальное, просто нереальное количество людей, причем не только MBA, но и андерградов в Уортоне, которые также всем помогают, встречу, здравуют, можно все получить, это просто супер. И очень много курсов и клубов, которые им помогают. Например, у нас есть клуб, который не существует ни в одной другой школе. Это как раз связано с тем, что инвестирование в называется Wharton Distressed Restructuring and Distressed Investing Club. Да. Он объединяет людей из Вортона и Pen Law. Постану приходит лекция. А, почему это? Драгов нет, а что тут Пен Ло? Да, ну, в Харварде, мы в Гарварде, он такой клуб. Гарвард Ло. Ну, видимо, так они в финансы не полезны. Или в NYU. Но не суть важна. Интересно в том, что это уникальный клуб с уникальным совершенно доступом к людям. Приходят практики, профессионалы, которые работают, юристы, инвесторы, банкиры, которые занимаются реструктуризацией, да, и думают, это топовые банкиры, типа там Базарт, PGT, Пирел, Эверкор, в общем, такие супер банки, которые приходят и рассказывают про реальные кейсы, рассказывают про детали. И все у них можно спросить, напрямую узнать, и, соответственно, получить полный доступ к телу. Также у Гортон есть уникальный клуб, который тоже может включать на Форксе, который связан с каннабисом, с марихваной. Его председатель Элона Маска, наверное. Нет, нет. Или постоянный гость. Кстати, про Элона Маска можно пожаловаться. Он никогда не ходит на кампус и вообще игнорирует. Это вот что-нибудь такое. Он просто игнорирует. Он просто игнорирует. Ну, есть другие дела. Также, наверное, это количество, то есть возможностей делать такой гибкий набор курсов, о котором я уже говорил. Большая база выпускников, в том числе андергадов. Я не знаю, насколько это в Гарварде, правда. Ну, то есть там тоже есть большая данная, большая база данных, которые можно всех найти. Личные имейлы, телефоны. И, наверное, здесь интереснее, может быть, 10 плюс и минус по сравнению со Стэнфордом, что у тебя как бы класс больше. Ну, реально, там 750 людей. Я вот половину не знаю еще до сих пор. Не знаю, и, может быть, вряд ли там всех узнаю. Всех-то вряд ли 800. Если только не будешь ходить и специально знакомиться. Сегодня знакомиться с тобой и привет. Я так делаю. Но интересно это был момент в том, что с этой минус может быть у тебя не всегда качество получается отношений хорошее с многим, но с другой стороны у тебя и выборка больше. То есть, например, у тебя в том же самом клубе Private Equity или Distress ты увидишь гораздо больше людей, из которых ты сможешь выбрать того, кто тебе нравится. Ну да. Это большой плюс. А потом еще один миф. Я считаю, что Вортон это как по-русски повести такая жесткая-жесткая культура акул, да, где люди там давят. Это неправда. Такая культура у бакалаврятов. Вот. И, наверное, милее людей с чем Вортоном я давно не видел. Все очень помогают. То есть, например, давно, помимо того, что академически друг другу помогают, вот, то и помогают в рекрутинге, в подготовке, в каких-то контактах. То есть, нет такого, что мне нужно найти работу, я это сделаю, а ты как-нибудь подожди. Да. Такого нет. Это очень здорово. И в моем понимании это происходит по двум причинам. Потому что, первое, у нас как бы есть grade-known disclosure policy, нам не нужно репортить свои оценки. То есть, они как бы есть, хотите их раз, раскрывайте, но нам этого не нужно. Во-первых, в Гарварде это очень важно. Люди не могут пропускать занятия, они должны постоянно отвечать, они постоянно как бы в стрессе, людей постоянно полкают соперничество, дух соперничества. У нас как бы этого нету, все это регулируется студенческой политикой, нет раз, раскрытия оценок, и в том числе, в отличный пример, опять же, про Стэнфорд, не знаю, в Гарварде люди, у них учатся на 3-4 дня. У нас это понедельник, четверг, пятница, день свободы. Обычно все едут в пятницу или в четверг вечером в Нью-Йорк, проводят выходные, встречаются с потенциальными работодателями. Здоровье в детстве, среда. Ну, что ты можешь делать в среду? И куда ты уедешь в Бостон? Не уедешь. В общем, работа... В MIT можешь сходить, честно говоря. В MIT можешь сходить, да. В моем понимании, опять же, то есть я могу быть неправ, с удовольствием услышал другую альтернативную историю, в моем понимании работает так, что люди борются за то же самое количество мест, просто шесточения и меньше доступа. Все-таки из Бостона уехать в Нью-Йорк сложно, а в Бостоне количество компаний ограничено. Просто люди начинают пожирать. Да, рекрутеры приезжают, но тем не менее не всех берут. То есть, например... А есть тоже интересный момент про пододателей. Например, есть фонды, которые берут только Гарвард и Уортом. Тот же самый Blackstone. Вы снова видите Гарвард и Уортом. Или есть там другие компании. Но там вот подвох есть не просто Гарвард и Уортом, но у тебя еще экспириенс тоже предыдущий. Да, и, конечно, вы должны, если посмотрите, вы должны быть либо Palmer Scholar в Уортоме, это топ-5%, либо MBA в Эдистинкшн, либо Baker Scholar в Гарвард. Так что там еще есть академический подвох. Вот это, кстати, я про опыт, почему начал говорить. Я посмотрю сейчас на вопрос Димы. А Дима спрашивает, если хочешь, был дженералистом, хочешь стать финансистом. Вот MBA как раз нужно в Уортоме делать или можно там вообще в любой топ в бизнес-школе. То, что я от тебя сейчас услышал, вот Blackstone, ты привел отличный пример, нужно Уортом или Гарвард. Ты вот на этот вопрос ответил. Но из этого следует другой вопрос. А вот можно ли туда пойти, вот тот же Blackstone, если у тебя не было опыта финансового до этого? Ты был дженералист, но при этом ты весь крутой там Уортоме, студент. Я не Blackstone, мое понимание, что нет. Нужно иметь опыт. Они любят... Я похоже слышал, да. Да, они любят бренды, нужно понимать, что все это как бы big suckers for the names. Все хотят хороший бренд, и в основном, если вы видите там идею, как бы еще подстроен, нет обычно топовый банк, Woman, Morgan, Stanley или еще что-то. Обязательно, то есть 2 плюс 2, 2 опыта, кто правит эти компании, например, Carlyle, или из будущего Белосфортресса, еще откуда-то, да, и потом они идут и спокойно перегружаются. А есть исключения, они редкие, это бывает, но обычно люди приходят все-таки с опытом финансовым, причем достаточно глубоким. Но мой опыт такой, не все Blackstone как бы решается, да, это офигенный фонд, офигенные люди, но у них очень такая непростая культура, и очень много работают, и если там люди хотят какой-то баланса, да, то есть тоже интересный вариант, который я слышал не очень много есть людей, которые хотят с восточного бережья с бортом наехать на западные побережья. На западном бережье в среднем работает меньше, и культура гораздо лучше. Буквально люди ходят ссорхать вместе в полтора. Идеально, просто идеально. Вот, поэтому ответ такой, что, наверное, с GNS там быть сложно. Можно попробовать следующим образом. Наверное, можно пойти в банк, поработать там два года, побатрачить, если все классно, постараться перегрузиться, возможно, не в Blackstone, а в другой ходе не фонд, и оттуда уже пытаться. А в банк вообще попасть не так просто, если ты уже работаешь где-то. Если ты студент, да, можно еще, и то не в России. Слушай, ну, куча людей, которые я вот видел, зарубежных студентов, а даже американцев, но это часто бывает вот те, кто ветераны, те, кто служил раньше в армии, они приходят в бизнес-школу. Это их единственный путь. Они не идут в консалтинг, они идут в банки, просто потому, что это как бы лучший способ вот ускорить карьеру. И кейсы бывают, нет такого правила, что ты вот если пойдешь после MBA в банк, то все, жизнь пропала, ты в нем остался, на всю жизнь. А после, я понял, после я что-то начал обсуждать до MBA. Это все можно сделать и после MBA, это сложно. И вообще, ребят, когда там иллюзии не должно быть, все это очень-очень сложно и очень непросто. И еще раз повторяю мысль, о которой я говорил, если у вас нет понимания плана B, лучше не рисковать. Вот, план B, кстати, отлично, что вспомнил. Вопрос как раз от Виталия. Какие опции? А, извините, мы не ответили, есть на самом деле доступ к терминологу. Да, есть их куча, в библиотеках, на всех этажах, можно все использовать. И Capital Q, Deadwire, в общем, все сервисы финансовые, все есть. Кроме пичбук, но он скроет. My word. Так, вот, вопрос, с ума взрослым. Как бы ты возвращался и куда? Ну, я бы возвращался, возможно, куда, откуда я пришелся, если меня возьмут. Как бурного сына. Мое мнение следующее. Если вы будете в финансах и вы ведете на MBA, то это лишнее, не просто это время зря. Ну, то есть, он для жизни, он не нужен в MBA, финансов России. Поэтому, наверное, какие варианты я бы видел, допустим, в России? Попробовать вернуться к тому же работодателю на другой уровень, на другую зарплату. Опять же, это просто работодатель. Это тоже можно понять перед тем, как ты решаешь эти линейки. Были у тебя люди с MBA твоего начальства? Как они к этому относятся? Хорошо или плохо? Ходили не в твою школу. Поговорите с ними, вот как вы думаете, вот я там получил оффер, там прошу, нет? Ну, не знаю, я так же программное делал и получил как бы зеленый свет, сказал, что классно. У меня люди, которые тоже были раньше со мной, они тоже в Ортоне ламы. А, вообще супер. То есть, в зеленый свет и ты со всеми друзьями распрощался? Да, надеюсь, что такое будет, но в любом случае, да, как бы, опять же, может быть, сложно, да, то есть, Россия все тоже не заканчивается. Всегда есть как бы Европа и в Ортоне спокойно люди. Мне кажется, в Европу тяжело вернуться, 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 ты знаешь, это не самая большая проблема. Самая большая, да, мне кажется, самая большая проблема это твое собственное желание доказать тем, что ты готов там работать. Ну, это мое личное ощущение, потому что, то есть, опять же, банки рекрутят, консалтинг, все равно. Но если вы хотите, например, какой-нибудь там фонд идти работать, это будет сложно, но это реально. То есть, у меня есть примеры. Консалтинг тоже не то, что прям рекрутят, он рекрутит только в тот офис, который для тебя родной идет, где у тебя бэкграунд, где у тебя родной язык, там подобное. Во Францию не попадешь, если ты не француз. Но в Лонну попадешь. В Лонну попадешь. Да. Ну, окей. Скорее тебя будут звать в Москву сильно и активно, но если ты все-таки их убедишь, что нет, хочу в Лонну, то можно. Но, там, Милан, Париж, даже Франкфурт точно нет. Региональный офис. Ну, это правда. То же самое, правда для инвестиционных фондов. Опять же, зависит от фондов. У кого-то разные стратегии очень часто. Грузии из Европы. Рынок были одинаковые, что-то об этом стратегии. Нет, обороты, они очень разные. И, по-моему, это все эти страны, у них этих людей, которые играют. Мы поднимаем фонд для инвестирования в Германию. Поэтому нужен немец, ты можешь быть у нее его. Ты можешь быть, там, просто у тебя с лучшим опытом. Она не скорее возьмет немца, просто потому, что немец говорит на языке и может, вот, как бы, wine and dine и клиент поддерживает. Да, да, да. Стратегия, это, кстати, что самое интересное, придерживаются не все фонды, но таких очень много. Поэтому, ты, наверное, прав, что в оригинальный фонд попасть сложно. Может быть, в Лондон чуть-чуть легче, но, мне кажется, визит не самая большая проблема. Самая большая проблема это, как бы, доказательства. Окей, то есть, из возможностей план B, скажем так, это вернуться к твоему же работодателю в России. компанию, как-нибудь в индустрию пойти. Наверное, я не знаю, честно говоря, насколько это реально, но видел, что очень многие люди так и делают. На какие-то контракоропотимые финансы в большой компании хорошие, которые занимают MBA. Возможно, быть, не самые большие деньги, не самые тупые позиции, хотя бы, питателям тоже не нужно. Кто нас наставляет? нас наставляет MBA, наверное, крупной компанией. Крупной. Кто готов за это платить, и потому, что там есть в менеджменте люди, которые сами... Я бы, наверное, даже думал не про нефтянку, а про сталь, например, металлургию. Да, и на лобках. Я думаю, целиком тот же. Теликом, да. Это, скорее всего, ритейл, там куча экс-консультантов, все с MBA, да, поработать. Банки хорошо прям зайти. Да, банки всегда напрасны. Ну, а после Ворта мы как раз сам бы велел поработать. Поэтому, да, нет, вопрос, там есть такой, ну, вопрос, сказал, очень тоже общий план B, да, то есть каждый для себя советов шайд сам в конкретных обстоятельствах готов, там, привлечь хранов, вернуться, например, я бы сказал, чтобы там самое, самое простое, вернуться к предыдущему работодателю на другую позицию. Просто, знаешь, дверь открыта. Особенно, если у тебя и так, в принципе, хорошая была работа дать, и тебе там нравилась работа, то почему бы, в крайнем случае, не откатиться? Можно попытаться в что-нибудь новое, посмотреть интересное, но если нового интересного не нашел, видишь свою работу и не знаешь, что там с ней делать, куда деваться, идешь в МБИ, и потом в МБИ что-то ничего не срастается, тебе нужно ехать обратно, и что делать? Непонятно. Согласен. Это грустно, но это риск, который нужно брать на себя. Расскажи про семью, пожалуйста. Ты ведь с женой поехал, правильно? Рин, привет. Что жена делала? И делает? Лина, да, она у нее запускает несколько своих собственных проектов, там вместе работают, в том числе, в группе с партнерами. Вот. То есть она как бы живет полноценной жизнью и полностью находится в комьюнити Уортона и людей, которые там находятся, в том числе, как со студентами хорошо общаются и с партнерами. Вот. Она занимается, когда, ну, официально работать нельзя, поэтому... Вот, как распределиться. Как официально сделать? Официально, ну, я не знаю. Я имею в виду, как организовать, как ей удается вот этим заниматься, не парясь там с работой. Ну, скажем так, то есть понятно, что мы живем на те средства, которые, как бы, мы заработали вместе, да, и, там, какие-то деньги, которые мы взяли кредитное. Понятно, что, там, не сразу можно какие-то там вещи покрыть сейчас, но, ну, то есть есть прекрасное время, чтобы, например, пойти и походить на предметы, да, там, в школу, либо пойти на проект новый начать, да, не говорить про монетизацию, но сделать некую платформу новую, да, не знаю, обучающую. В общем, не важно, не важно что, время есть, и есть и к этому доступ к данным ресурсам. Например, если что-то тебе хотелось сделать всю жизнь, вот, прекрасная возможность, не знаю почему. Я знаю тех людей, которые, например, даже приведу немножечко другой, а у товарища жена, она всю жизнь мечтала делать букеты, и вот неофициально работает, собирает теперь букеты, получает за это деньги, кстати. Блин, ну, вот за это могут по башке дать, как бы, если ты запалишься, как ты, не дай бог, запалишься. Я думаю, что миром не без добрых людей. Да вот, поэтому не хочется жить, там, сделать букет, а потом тебе прилетит за то, что ты выполняешь требование визы. Да, безусловно, поэтому тоже риск и некие траты, которые нужно закладывать и понимать. По-другому, не знаю, как сказать, это действительно, это действительно проблема, в Европе можно работать на визе, то есть, если ты там партнер или там кто-то, а в Америке делать нельзя. Ну, либо если у тебя должен быть J1 виза, не F1, а J1, тогда J2 может работать. Но там как-то хитро оформляешь эту визу, ты должен уехать. Ты не можешь остаться. Ну, в общем, да, если хотите остаться, лучше делать это. Да, лучше J не делать, там, H1B, потому что, или какой-нибудь ООО, как сейчас модно получать ООО визы. Я одарил мне. Да, это еще потратят 10 долларов. Да, хоть как-то сделать визу. Все возможно. Так, что у нас там дальше с вопросами-то? Уже дальше не вопросы, скорее комментарии. Витя Бутенко написал спасибо. Спасибо, рад, что присоединился. Так, MBA вымер. Смотря где. Смотря кого. Да, тяжело сказать. Где-то, может быть, да. Виталий спрашивает, где ты работал? Ну, это, наверное, не будем заново повторять. Да, запись будет, кстати, и там прям в самом начале это подробно рассказывать. Так, вы на ЛНК, топы точно с MBA. Да, это правда. Привет из Флориды. Привет тебе тоже. Из холодной Москвы. Да, привет, привет. Так, ну что, мне кажется, мы все вроде покрыли. Есть еще что-то интересное? Я вкратце, ну, еще написал что-то про как раз One, в том числе, про систему OPT extension, который можно получить. Вот, да, вот расскажи про визу. Вкратце, есть такая возможность, что можно обойти на мейджор бизнес-аналитикс, то есть как раз вот это там дейтэ майнин, программирование и прочее. Питальчик. Получить, да, и получить extension OPT до трех лет, если не ошибаюсь. Трех лет? Да. А почему это так много? Вот за счет того, что какая-то новая инвестиция? За счет того, что они нужны, за счет того, что нужны технари. Вот, насколько это технарская, как бы, это можно поспорить, но это за время бейджора с технарем учитывается. Абсолютно, но это тебе дает легальные возможности до трех лет находиться после выпуска в стране и подавать на H1B или заниматься ООН, или подавать на лотерею с ночью. А вот это крутая тема, кстати. Вот это прикольно. Это все можно выбрать, это все как бы выбирать, в это можно почитать. Есть, по-моему, официальный даже какой-то приказ не только по школам, по-моему, ну, то есть это министерство, не знаю, иммиграционного американского, где они пишут, какие конкретно мейджоры считаются, вот попадают под этот STEM OPT Extension. Вот, это можно посмотреть и заранее тоже понять, там, хочется этим заниматься, не хочется заниматься, но такая возможность есть, и я знаю людей, которые там собираются это делать. Но ты не собираешься? Я еще пока не знаю. Пока думаешь? Пока все зависит от стажировок. Ну, а тебе решать нужно будет это позже. Ну, да, то есть тут, слушай, такая сложная ситуация, по крайней мере, в вортыми, что плохого в вортыми, могу сразу сказать, это культура быстрых пальцев, то есть у нас фестеринга, все, что клубы записываются, тусовки, предметы. Вот надо быть первым, надо быть первым. Вот и надо написать. Да. Вот, но при этом там такая система есть интересная, курс-мейдж, который выбирает предметы, и там, по сути, как аукцион идет. Сложная система, там ты ставишь некие свои utilities, он там видит, в результате не все, далеко не все, я в том числе, на следующий семестр не получил те курсы, которые я хотел. То есть, когда ты можешь встать в очередь, ты можешь в них попасть, но, к сожалению, система не идеальна, поэтому, если, опять же, думаешь, например, идти в этот мейджор, есть какие-то курсы из него популярные, по-моему, кстати, тот же самый дейтамайнинг, который стоит много кредитов, а у вас их ограничено количество, поэтому на них, как бы, нужно видеть, условно, каждый семестр, чтобы точно их получить. Есть такие маленькие, да, минусы, но в целом, как бы, это... Тренироваться надо, быстро клавой пользоваться, лучше купить заранее клавиатуру, так удобно. Абсолютно. Либо выходят какие-то приглашалки, еще что-то, сюда надо быть первым. Записи на... Наверное, да, еще хочу сказать, что мне понравилось, мне очень понравилось, как мы летом провели время. Мы, конечно, не как в Стэнфорд, мы не летали в Колумбию все вместе, не крушили там самолеты, но у нас было интересное как раз менеджмент 610 с одном грантом, совершенно прекрасное время и попойки с будущими... Это вот летом как раз было. Да, это было в августе. Весь август, то есть есть люди, которые просто приезжают с розничных учиться. У нас вот месяц был как бы вкатиться в всю эту историю очень плавно, купить мебель, снять квартиру, в общем, акклиматизироваться, постречаться с людьми. Супер здорово. Я безумно рад, что она как будто такой плавный был вход. Мне очень понравилась возможность, я даже не могу развершить, да, тем, что съездить на всякие профессиональные треки, например, мы ездили в Нью-Йорк от нескольких клубов, там, Private Equity и Distress Investing по всем конторам, то есть это, а это топовые конторы, там, KKR Credit или Anchorage, Hing Street, это все кредитные, или там, где-то, едете в Blackstone или еще, встречаетесь с людьми, вам дают презентацию, вы там, HR сидят, можно с нами пообщаться, поздать вопросы, в общем, узнать все, что хочешь. Если ты, наверное, не в Вортоне или, не знаю, в другой топовой школе, тебя не пригласят. И вот эти два года, которые у вас есть, у вас есть уникальная, на самом деле, возможность, особенно если вы из России, и вы там не на американском рынке варитесь, попасть к этим людям, с ними встретиться, пообщаться, и если все, в город, хорошо, попасть даже работать. Все реально. Прикольно. Все реально, но может быть непросто. Вот, про работу, слушай, куда ты на стыжовку ты можешь пойти? Какие у тебя интересные? Ну, не задавай больных вопросов. Или я не знаю, насколько, если это узко нельзя говорить, а более-менее широко. Что тебе интересно? Я бы хотел на самом деле тоже, я вот уже рассказал, что посмотрел на венчурный капитал, понял, что не мое, и я вот буду скорее смотреть на фонды инвестиционных, buyouts и leading stress. Пока рано сказать. Buyouts, но это, типа, private equity. Ну, да, это private equity, в смысле, LBO, у тебя же есть не LBO, у тебя есть и growth equity, и там, куча и куча. Ну, классические private equity, которые LBO. Классические, хотя, честно скажу, да, что мне в последнее время в этом клубе, в нашем ворде. Очень понравилась идея кредитных всяких историй, и вот, ну, то есть, опять же, смотрю, вообще, если бы, ну, загадывать рано, потому что рекрутинг только начинается, сейчас, в январе, как раз, собеседование. Будем смотреть. Боты, боты теперь идет, сейчас всякая фигня. Вот, вот, нет, я делал. Да, клубы, очень интересно, много клубов завершу, по всем интересам, если что-то нет, можете придумать, но, реально, я в трех нахожусь, меня уже хватает. Можно свой клуб придумать. Можно придумать, да. Я даже не знаю, какой клуб придумал, но, скорее всего, есть большая вероятность, что если вы хотите свой клуб придумать, он же придумал. Это правда, это правда. И, а, слушай, и домашние вечеринки, на кончу, лучше, чем тусоваться. Ну, надо, надо, надо квартиру иметь большую, чтобы всех звать тусоваться, если ты снимаешь там, я знаю, студию на двоих журналах, куда всех подходит. Это правда, опять же, зависит, как же она будет относиться. Можно строить маленькие квартирники в нашем российском стиле. С гидарой. Ну, да. Под высотку. Я говорю, хорошо. Кстати, есть вот, они чудесная традиция, все по четвергам собираются в пабе, в огромный, это старый склад, переоборудованный, куда приезжают, загоняют машинку с пивом, вот, и все сообщаются, пьют еду, загоняют. Это стоит какой-то там, ну, какие-то денег, я не помню, на семестр, такой, как ваш абонемент, можешь есть, не грибить, не грибить. Прикольно, абонемент на указание ограничен. Абсолютно, абсолютно, ведь никто не спрашивает. А его в русский продают, так сказать? Да, конечно. Единственное, надо быть внимательным, если ходить по кабакам вечером, надо иметь паспорт, либо местный ID получить. Я вот все время не ношу, и меня выгоняют. Говорят, молодой еще, выпейте решение. Молодой выгодите. Бород, да, простите, хотя там наоборот напугаются. Ну, на самом деле, да, вариантов много, социализация, и это здорово. Мой, наверное, совет, можно сказать, самому себе за этот семестр научиться лучше балансировать между предметами, поиском работы и социализацией. Наверное, в плане социализации я бы мог сделать чуть больше, чем я делал. Не бота слишком много, короче, за книжками себе. Да, наверное так, потому что я думал, что, ну, обучаться реально несложно, быть в топах не очень сложно, вот, если у вас хорошая команда не косячим, не косячим, да. И, наверное, больше, потому что и в Юсеке есть возможность ездить в поездки, вот, я летали в Колумбию на День Благодарения. Безумная история, безумная история. Всем очень понравилось, и, конечно, очень сплачу в коллективе. И это то, что, наверное, это, да, это все непросто, недешево. Но, с другой стороны, это то, что вас сплачивает, и то, что вы пронесете с собой, потому что... не стоит на эти деньги тратить, на самом деле. Вообще, вывод такой, MBA – это очень дорогой клуб, но при правильных вводных параметрах, при правильном понимании рисков и того, что вы можете сделать в случае, если что-то пойдет не так, в итоге, да, не сойдутся звезды. Как бы это супер, мне кажется, интересный, крутой опыт. Мне кажется, это прекрасный вывод. Я думаю, что на этом мы итоги подведем. Вопросов я больше не вижу. Да, это Витя написал, что ему понравилась вот эта тема про... Витя получает, отменяется. Да, просто сегодня приз за лучшего. Сама, да, активный участник и самый инсайдл вопрос. Вот, если будут, ребята, вопросы какие-то лично, я не знаю, как мы можем указать, написать. Слушай, я думаю, мы можем в комментариях оставить какой-то контакт. Мы решим, какой-то. мы решим, пишите, смотришь. Смогут тебе постучаться. Отлично. Все, отлично, спасибо тебе, Ващ, что рассказался. Все, ребят, спасибо всем, кто подключился. До свидос. Пока. Пока.